Знаете ли вы, какова площадь Волги? Сколько городов стоит на её берегах и сколько человек в них проживает? Интересный факт о Великой реке узнали балаковцы, которые пришли на День Волги. Этот праздник впервые отметили в нашем городе. Праздник День Волги был организован именно для того, чтобы обратить внимание жителей и органов власти Поболжья на свою реку и постараться сделать её чище. Вообще, впервые День Волги отметили в 2008 году. Инициатором праздника стала Нижегородская ГЭС. После этого тематические мероприятия начали проводить и в других поволжских городах. В этом году было решено организовать праздник и в Балакове. Мы решили совместить развлекательный формат с просветительским. Для этого организовали праздник. В празднике было и водно-химическое шоу с очень необычными экспериментами. И тематический квест, в котором приняли участие 12 команд. Вообще всего в нашем празднике поучаствовали около сотни человек. Я думаю, что праздник приживётся и станет традиционным. Но для того, чтобы праздник стал традиционным, он должен понравиться публике. Поэтому организаторы пригласили креативных ведущих, которые не давали скучать участникам мероприятия. И пока команды выполняли задание квеста, остальные отвечали на вопросы викторины. Ну а водно-химическое шоу не оставило равнодушным никого. Смотри, мы тут будем воду мешать с... Вот повернись лицом к людям. Как избушка, повернись. Смотри, вот сюда подуй. Подуй сюда. Как думаешь, что здесь? Подуй, смотри, вот сюда. Не знаю. Ну-ка, попробуй ещё раз. Холодная или горячая? Холодная. Всё правильно. Это жидкий азот правильно подсказывает. Да, отлично. Друзья, кто-нибудь знает, какая температура жидкого азота? Эмоции, которые остались у балаковцев после праздника, были только положительные. И делились ими как дети, так и взрослые. Нам всё очень понравилось. Интересные конкурсы даже для родителей. Было поучаствовать викторины и для детей был квест. Самое главное, ведущий весёлый и очень много шутит. Какие мероприятия надо устраивать в плане того, что день Волги. Но это праздник не такой, как бы афишируется, как на 9 мая. И надо всё равно этому дню отдавать какие-то почты. Всё самое устраивая для детей, как и для взрослых, тематические конкурсы. Чтобы дети узнали о том, что нужно сохранять Волгу, не мусорить на её берегах и приумножать её богатство. В нём очень много конкурсов. Он очень интересный. Ты на Квесте была? Там было много опыта. Мне больше всего понравилось то, что опыт с жидким азотом. Мне всё очень понравилось и нашему коллективу тоже. Я считаю, что нужно больше проводить праздников. День Волги в Поволжских регионах проходит по-разному. Где-то организуют субботники на берегах, где-то научные семинары и конференции, где-то проводят интерактивные праздники. Но все эти мероприятия объединяет одно – желание организаторов найти пути решения проблем, которых у Большой реки становится всё больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!